Что он делает? Что происходит? Что такое? Осада, что ли, началась? Ну, ты же сказал. Бородатый. Вот. Ну, я всех отстрелял, а я тут, видимо, еще не до конца заражен. Стрелять только! Надеюсь, мы сейчас с тобой чему-то оттуда достанем. Черт! Я же не понял. Так. Ну-ка, ну-ка. Ё-моё! Это чё за... Приём, приём. На связи с Эдимен. Добро пожаловать в восьмую часть выживания в зомби-апокалипсисе в Майнкрафте. Если ты смотришь эту серию и не видел предыдущую, советую тебя посмотреть сначала именно седьмую часть. Потому что там происходила такая жесть, без которой ты не поймёшь, что вообще происходит сегодня. Да я сам, честно говоря, когда открыл глаза, сам не понял, где вообще оказался. Ну, а сегодня я бы хотел вам задать один очень очевидный вопрос. Вот если ты, да, вот именно ты, смотришь сейчас этот ролик, если ты когда-нибудь в Майнкрафте убивал хотя бы одного зомби, то влепи лайк под этим роликом. Я сто процентов уверен в том, что ты это делал. Так что... Не стесняйся. А те, кто из нас ещё не подписаны на канал, щёлкайте на красную кнопку подписаться. И с этого канала, дружище, ты больше никогда ничего точно не пропустишь. Ну что ж, а теперь смотри внимательно. Наливай чаёчек, бери печенюхи. Приятного тебе просмотра. Да уж. То, что тогда учудил сержант, как он сказал, Фрэнк Хортон Слоттер, ожидало, так скажем, желать только самого-самого наилучшего. После того, как он начал палить по этим зомбакам, подумав то, что один из зомби это Хэнк, то есть наш рядовой, он очень сильно налажал. И вот, что из этого потом получилось. О, чёрт, какого лешего. О, где это я? О, не понял. Это чё за трубы за окнами? Мы же в каком-то маленьком пригороде были. О, ещё кровати. Автоматы мои с пистолетами, всё на месте. Аптеки тоже всё на месте. Не понял. А чё произошло-то? Так, а почему я вообще в кабине какого-то купе в поезде? Где я? И там трубы какие-то. Меня на завод, что ли, куда-то отвезли? В промчасть? Так что с рацией тишина ни одного сигнала даже не было. Не нравится мне это. А куда... Куда сержант-то подевался в итоге? Что произошло-то так? А зачем мне дверь подпёрли здесь? Кто-то не хотел, чтобы я отсюда вышел, либо кто-то не хотел, чтобы ко мне кто-то зашёл, пока что я отсюда... Ээээ... В сознание не пришёл. Фрэнк? Сержант Фрэнк? Ничего не пойму. Стёкла, что ли, бить? Походу, да. Я эти ящики не сдвину, они тяжёлые, блин. Конечно... Можно попытаться как-то это сделать, но... Не, не получится. Я уж пробовал, когда в дом забрались. Зомби, блин, что за чёрт происходит? Вообще понятия не имею. Куда Хэнк в конечном итоге подевался? Да давай же ты, чёртово, стекло! Так, ладно, сейчас я его попробую до кондиции довести. А потом... Сейчас я... Вот так оно всё трещинами пошло. Вот теперь... Опа! И вот так вот. Можно его выбить спокойно. Фух! Где это я? И правда, куда-то на вокзал попал. Чё это такое вообще? Так. Тут колючие проволоки везде намотаны. Главное, чтобы с перона никуда не улететь. А то я там, видимо, никак подняться не смогу. Так, а чё у меня с автоматами-то? С автоматами у меня что? Так. Во-первых, рюкзак. В рюкзаке у меня ещё есть снаряжение. Так. Вроде в порядок. Так, а с пистолетом у нас как пистолетом поживает? Пистолет тоже в форме. Так скажем, в порядке полном. Так. И чё это тогда за... Спектакль такой был? Я не понял. Ладно. Так, тут тоже в пятнах крови. Блин, ещё и шваркнулся вниз в конечном итоге. Придётся лестницу где-то искать. Вот она. Всё, порядок. Я думал то, что... Да чтоб тебя. То туда, то сюда. Твою-то дивизию. Как вы только поезд-то сюда умудрились так поставить, то что отсюда даже и лестницы вообще никак вылезти не получается. Ух, блин. Вот это да. Вот это сейчас прыжок был, конечно. Не, вы оттуда не выберетесь, да, насколько я понимаю? Так, появились. Давай-давай, сюда-сюда. Ступай, ступай. Давай-давай-давай, вниз прям падай. Ну-ка, не хочешь, да, вниз падать? Понимаешь, да, то, что тебе это вряд ли понадобится? И понравится вообще, в принципе. О, ещё один тут нашёлся откуда-то. Фух. Так, ладно, что делать-то? Получается только искать его. Так, сержант! Сержант! Так, что у нас? Яички пустые повсюду по этим вагонам. Сержант! Нет, здесь его не было. Здесь ещё один ящик. Тоже пустой. Сержанта даже здесь нигде нет. Но это, в принципе, это моя кабина. Получается, меня кто-то действительно здесь... Я насколько подозреваю, то что я только ничего не помню. Я не помню, почему я вообще отключился. Но у меня патроны остались. Значит, после того, как я выпустил целый магазин с МП-5 по толпе зомби, то потом уже я уже без сознания валялся. Возможно, то, что именно он это меня сюда и посадил, в эту комнату, для того, чтобы меня не сожрали. Пока что я в отключке был. Только куда он мог сам-то пойти в итоге? Не нравится мне это место вообще. Тут мешки с песками везде и колючие проволоки. Это значит то, что, когда огромное количество мирных людей пытались покинуть этот город, военные организовали здесь какую-то военную заставу. Ну и, следовательно, они пытались всё это время здесь отстреливаться. И у них, видимо, это не совсем удачно получилось, судя по тому, что... Судя по тому, что здесь очень много всяких пятен крови и тому подобное. Так. О, а, блин, тут какие-то... Что это такое вообще? Машинки для стрижки волос, что ли, какие-то? Не понимаю. Ну, да, наверное, вероятность найти что-то здесь очень полезное. Уж тем более встретить тут Хэнка вместе с собакой. Это совсем уже маленькая вероятность. Ой, ещё один. Ещё один, ещё один нашёлся. Чё, так и стоял бы, да? Пока что я тебя не нашёл бы здесь. Так, ничего страшного. Полицейский жилет пока что меня полностью спасает. И это очень хорошо. Я бы сказал, просто великолепно. Так, там тоже никого нет. Здесь у нас чё? Кстати, здесь подъём идёт на лестницу. И здесь уже вагон-ресторан, судя по всему, начинается. Тут везде бутылки раскиданы по всему полу. Недоеденные коробки с пиццей. Открытые бутылки рома какого-то, насколько я понимаю. И много-много чего ещё интересного. А также есть, в принципе-то, неплохие, я бы даже сказал, свежие яблоки. По отношению к другим продуктам. Да и курица, в принципе, неплохая. Так, тут, кстати, лестница была. Я хочу на неё залезть повыше. Хотя бы посмотреть с большого расстояния, так скажем. Что вообще это за место? Что за перроны такие? Вот. И... Так. Это кто? Люди. Это люди. Стоп. Сержант. Нет, 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 пожалуйста. Только не это. Только не это. Это же сержант. Чёрт. А кто это такие вообще? У них такие маски необычные. Я никогда в жизни такие не видел. Жалко, что я только отсюда нифига не слышу, что они там говорят вообще. Ну что? По-моему, неплохой улов. Да? Чё скажете? У него и патроны, и дробовик неплохой при себе оказался. И я думал, что при нём вообще ничего не останется уже. Да, да. Улов действительно неплохой, я б тебе сказал. Слушайте, а мне показалось, или когда они отстреливались от этой толпы? Ну, они. То есть там кто-то ещё с ним был? Ну, по-моему, был, да, на самом деле. Надо только проверить. Только погодите. Да, точно был, точно был, я помню. Тоже с автоматом очереди были. Он же не мог, этот человек в камуфляже, стрелять одновременно из двух автоматов там и так далее. Надо бы прочесать здесь всё повнимательнее. Может, он своего другана куда-то запрятал от нас? Ха, давайте-ка разберёмся. Куда, куда, чёрт, врация? Чёрт, врация. Я какой-то сигнал поймал. Я чёрт, какой сигнал поймал. Чёрт, они сейчас сюда человека же отправят. По-любому. По-любому отправят. Я полежал, понаблюдал, что они там делают вообще. Я нифига не понял, что они там делают. Но это сержант, по-любому. Это именно он там находится, насколько я понимаю. Чёрт. Реально один сюда идёт прямо. Прямо сюда поднимается. Кто не спрятался? Я не виноват. Давай, выходи. Мы слышали, как у тебя рация звенела. А у нас рации, кстати, нет. Тебя повезло, то, что ты её нашёл вообще. И да, кстати, мы твоего друга даже поймали. Так что можешь не рыпаться. Отсюда уж никуда не уйдёшь. Ну да. Не уйду. Вы даже не знаете, на кого вы... На кого вы наткнулись. Я бы вам... Такого точно не пожелал. Надо с ними как-то расправляться. И, конечно, я только один против четверых, но... По крайней мере, один из них уже покинул, так скажем, стаю. И они его оставили совсем одного. Ну а с остальными можно, в принципе, расправиться и с помощью... Вот такой вот замечательной гранаты. Я уверен, что у них точно её нет. Ну а потом... Потом придётся бороться с волнами зомби. Которые придут на эти выстрелы. Но... Я должен это сделать. На тебе, зараза, получай. Всё, теперь я точно отсюда никак не уйду. Эй, вы, слышите? Я здесь нахожусь. Ну чё, попробуйте меня, поймайте только. Сейчас я за сержанта, за всех вам покажу, как надо воевать. Чёртовы гады. На тебе вам. Получайте. Так, выманиваются, выманиваются потихонечку. Но это вы зря, ребятки. На! Вот так вот, минус один есть. Всё, вот так вот, потихоньку со всеми с ними. Сейчас я думаю, что у меня получится разобраться. Так, такого манёвра, мне кажется, они точно не ожидают. Так, через металлоискатели эти нужно пройти. Так, пока что он пытается меня найти. Он где-то там сверху находится. У меня есть куча времени для того, чтобы перезарядиться. Всё, я полностью готов. Я готов просто идеально. Так, ну чё, меня уже из виду потерял, да? А где твой дружок-то? Который там четвёртый, а? Так, он отступил, что ли, получается? Я его пока что не вижу. Так. Ну чё? Где вы там? Испугались, что ли? Я не думал то, что вы на такое способны. Я думал то, что вы большинством-то получится у вас меня задавить. На тебе. Так, а маски-то у них оказываются крепкие. Тому я как-то в слабое место куда-то попал. То, что он просто моментально отлетел. Да ты пошёл отсюда. Нифига себе. Он реально вообще не пробиваемый. Никаким боком. На. Нет, пробиваемый. Пробиваемый. Всё, беру свои слова обратно. Он максимально пробиваемый, я бы даже сказал. Эй, слышь, давай сюда. Опа. Вот так вот. И вот так вот. Так, 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 так. Давай, давай за мной. Сюда, в поезд. Заходи, заходи. Так. Главное только правильный угол занять. Насколько я понимаю, он куда-то налево до ушёл уже. Или нет. Так, или он не поня... А, он назад. Назад вообще отступил. Я тебя понял. Так. На тебе. Ух ты. Кончились патроны. На пистолете патроны кончились. Так, тихо. Есть. Готов. Всё, по-моему, никого больше нет. По-моему, больше никого нет. Так. Дверь нужно позакрывать обязательно. Потому что из всех дверей открытых обычно могут, так скажем, подойти не только вот такие вот люди. Нехорошие, непонятные, но и зомби. Так. Сержант. Сержант. Вы слышите меня? Как вы... Чёрт. Нет, он мёртв. Он мёртв. Вот и первые жертвы уже пошли. Я же сказал то, что как только снова этот вирус вернётся на нашу планету, но он, конечно, не покидал нашу планету, но... То снова пойдут очень плохие знаки и очень плохие перспективы. Так, а что у меня с рацией-то было не так? Из-за чего это всё произошло? Ну что, сержант Фрэнк Фрэнк Хортон Слоттер. Немного я вас знал, но... Да, видимо, оно так должно было случиться. Так, что у них тут есть? Проводов, гаечных ключёв. Ключей, вернее, всяких. Хлам вот тут понабрали. Так, а что у них за патроны такие причудливые? Пятёрки, что ли? Да, 5.56 НАТОвские патроны. У меня один только вопрос. Откуда они здесь НАТОвские патроны достали? Вот это очень интересно. Ну и два двигателя. По классике. Так, ладно. Попробую я как-нибудь повыше забраться куда-нибудь. Мне бы на эту крышу подняться круглую. Она выглядит, в принципе, достаточно безопасной. Только вот как туда можно залезть? Вот это вопрос совсем другой. Ой, ну а зомби, как я и сказал, они уже вот тут как тут и подоспели-то, между прочим. О, вот, кстати. Хочу, если как-то попробовать вот отсюда, что ли, залезть через эту лестницу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет! Ой, фух. Вот это я... Вот это я наложил кирпичей. Вот это да. Так, ну-ка. Так. Попробую я соединиться с этой волной. Приём. Меня кто-нибудь слышит? Алло, алло. О, Шэдди, это ты? Это Хэнк. У нас это неприятности большие. Короче, я сейчас ранен достаточно серьёзно. Я нахожусь. Я не знаю, где нахожусь. Я точно уверен, что это здание больница. Больше у меня информации нет. Пожалуйста, как-нибудь. Ай, не могу идти. Не могу никак, вообще не получается. Ожидаю тебя здесь. Хэнк. Боже. Я не верю. А ты куда пропал-то вообще? Где ты был всё это время? Мы же договорились в квадрате Б-12 встретиться. Может быть, я не туда пришёл? Может быть, я тебя неправильно понял? Где ты? Всё правильно, всё правильно. Блад Хиллс. Город Блад Хиллс. Он ещё снегом весь сейчас покрылся. Такого никогда здесь не было. Я нахожусь где-то в больнице здесь. Городская, городская больница. Вот. Понял. Всё, теперь понял. Их же тут дофигища просто. Понял, что ты имеешь в виду. Ладно, я попытаюсь к тебе сейчас выдвигаться. Только у меня тут проблемки, в кавычках, так скажем, небольшие возникли. Ожидай, буду на месте. Держись, слышишь? Держись. Ты должен держаться до самого конца. Я скоро буду. Конец связи. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Наконец-то хорошие новости. Хэнк. Хэнк, Хэнк, Хэнк. Рядовой, рядовой Хэнк, дружище, наконец-то он объявился. Городская больница. Я иду к нему навстречу. Я иду к нему прямо сейчас и прямо туда.